Всем привет! Добро пожаловать на канал Гонизик ТВ! Если вы часто смотрите видео на моем канале, но все еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео про Роблокс. Также подписывайтесь на мой профиль в Роблоксе, чтобы всегда присоединяться ко мне в играх. А еще вступайте в мою группу в Роблоксе, чтобы участвовать в раздачах Робаксов на моем канале. Сегодня я вам расскажу, как бесплатно получить две лимитки в Роблокс. Это коробки на голову от Амазон. Первая коробка вот такая с лисьими ушками. Тираж этой лимитки 85 тысяч купий. И вторая лимитка вот такая же коробка с Амазона, только уже с такими милыми зверюшками. Тираж этой лимитки 46 тысяч купий. Получать мы их будем в игре Amazon Holiday Dash. Все ссылочки я оставлю в описании. И давайте немножко изучим эту карту. Здесь есть мини-игры. Вот такой продавец бананов, таблица лидеров. И еще вот такое место, где мы будем с вами голосовать. Голосовать, ребята, здесь мы будем за следующие лимитки, которые выйдут в октябре. Вот здесь показаны коробочки, которые еще могут выйти. И если они вам нравятся, то просто прыгайте на большой пенек и будет засчитываться. А вот здесь показано, как получить лимитки, про которые я рассказываю сегодня. Для первой лимитки вам нужно заработать 100 очков в мини-играх, а для второй 500. И вот здесь расположены еще лимитки, которые будут выходить. Вот такая замороженная коробка и вот такая прикольная коробка с котиком. Пожалуй, я за нее и проголосую. Как я поняла, здесь можно голосовать бесконечно и плюс вам дают бейджик. Вот здесь находятся мини-игры. Чтобы в них зайти, есть три команды, которые вы можете выбрать. Смотрите, где больше игроков, туда и запрыгивайте. Для начала любой игры необходимо, чтобы было минимум 4 человека. После этого идет загрузка. Всего мини-игр, наверное, где-то 5 или 6. Они периодически меняются между собой. Сначала вы попадаете вот в такое лобби, откуда вы уже и будете загружаться в эти мини-игры. Игры появляются рандомно. Здесь есть обе, есть гонки, есть различные паркуры. В общем, я думаю, вам понравится. Один из видов вот такой вот небольшой паркурчик. Сделан он в зимнем стиле. Такие вот конфетки здесь. Очень красиво, на мой взгляд, все сделано. Я думаю, вам тоже понравится проходить эти испытания. Они недолгие по времени. Довольно быстро все это проходится. И довольно легко все это пройти. Итак, получила первое место. Естественно, если вы доходите до финиша первым, вам дают больше очков. Поэтому рекомендую все-таки выигрывать. Еще есть вот такая мини-игра. Здесь вы катаетесь на санках и вам нужно избавиться от этого красного восклицательного знака над головой. И старайтесь избегать игрока, у которого он горит. Стрелочка показывается, где находится этот игрок. Если вам перекинули этот восклицательный знак, скорее старайтесь от него избавиться. Чем меньше времени вы катаетесь с этим восклицательным знаком, тем больше очков вы зарабатываете. И, соответственно, побеждаете в этой мини-игре. Не сразу удалось разобраться, но перед каждой мини-игрой всегда пишутся условия. Поэтому смотрите и читайте. В этой мини-игре я заняла четвертое место. Еще одна интересная игра. Здесь нужно собирать сыр. Вы собираете большую тележку. Это напоминает игру в червячков. Чем больше ваша тележка, тем сложнее вам ездить. И также на вас могут нападать другие игроки. Если они вас подрезали и вы в них врезались, то вы теряете часть своей тележки. И они могут собрать весь ваш сыр. Также здесь показывается стрелочка с таймером, указывающая на место, где появляется огромный сыр, который вы сможете собрать через какое-то время. Здесь будьте аккуратны, ребята. Старайтесь ни в кого не врезаться, чтобы не потерять весь свой сыр. Ну и в этой игре побеждает тот, кто соберет больше сыра. Вот меня сейчас подрезали и мне придется собрать всю мою тележку обратно. Надеюсь, успею. Нет, время вышло. Но ничего, я заняла второе место, тоже неплохо. Еще одна мини-игра это гонки. Кстати, санки, на которых вы катаетесь, в лобби можно изменить на другие. Это будет немножко интереснее. Здесь вам нужно первым доехать до конца. На карте есть небольшие ускорители, также есть трамплины. И плюс вы можете использовать shift, чтобы кидать в других игроков. Комки снега, сбивая их с трассы. И плюс этими же комками вы очищаете себе путь к финишу. Эти комки ломают всякие препятствия, которые попадаются у вас на пути. Также будьте осторожны, объезжайте деревья, снеговиков и все-все, что здесь наставлено на карте. Цель, как и обычно, приехать первым к финишу. Довольно интересная и увлекательная игра. Думаю, вам понравится. После того, как вы прошли 4 мини-игры, вас перекидывает в центральный лобби. И вы снова будете выбирать себе команду. Также во время прохождения игры вам дают мини-бейджики. За 4 мини-игры мне удалось заработать только 10 очков. А минимально нужно заработать 100 очков, чтобы получить первую лимитку. Поэтому вам придется здесь провести довольно много времени. А для получения второй лимитки вы должны заработать 500 очков. Ну и проведя какое-то время в игре, я заработала 100 очков. И мне сразу предлагают приобрести первую лимитку. Забираем. Теперь мне осталось заработать 500 очков и я смогу забрать вторую лимитку. Но при этом ребята здесь будут выходить еще лимитки. И скорее всего вам нужно будет зарабатывать еще больше очков, чтобы забрать новые лимитки. Желаю вам удачи и терпения в получении этих лимиток. Все ссылочки оставлю в описании. С вас как всегда подписочка и лайк. На этом все. Пока-пока.